Трамп отрицает причастность России к убийству. А Тилерсон признал, и его уволили. Джонатан Чайд. Нью-Йорк магазине, США. 14 марта 2018 года. Каждая кадровая перестановка в администрации Трампа, это темная история об ужасных, некомпетентных людях, ссорящихся с другими ужасными, некомпетентными людьми. Но единственное, чем отличается увольнение госсекретаря Рекса Тилерсона, это то, что Тилерсон однозначно назвал Россию виновной в убийстве Сергея Скрипаля. Здесь и далее автор говорит об убийстве. Хотя экс-сотрудник Груз Сергей Скрипаль жив, он госпитализирован и находится в критическом состоянии. Примечание редакторов, Великобритании, а Дональд Трамп этого не сделал. Вчера пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерса судила убийство, назвав его дерзким и безответственным, но неоднократно отказалась поддержать вывод, сделанный в Соединенном Королевстве о том, что за этим стоит Россия. Этот диалог с журналистами звучит довольно странно. Вопрос, Сара. Я надеялся, что вы могли бы прокомментировать сегодняшние новости из Великобритании. Как заявляет Тереза Мэй, британские власти считают, что за покушением и отравлением бывшего агента разведки нервно-паралитическим веществом, у которого есть российский производитель, стоит Россия. Во-первых, согласно ли правительство Соединенных Штатов с этой оценкой? Намерено ли правительство Соединенных Штатов признать Россию, как оно это сделало в отношении Северной Кореи в начале этого года в связи с убийством сводного брата Ким Чен Инна, заявить, что Россия использует химическое оружие? И третье, будут ли какие-либо последствия для России, какая-то реакция со стороны Соединенных Штатов во взаимодействии с их британскими союзниками? Сара Сандерс. Послушайте, мы внимательно следили за инцидентом, относимся к нему очень серьезно. Использование высоковещества, характеризующегося высокой степенью летальности, против граждан Великобритании на территории Великобритании является возмутительным актом насилия. Нападение было дерзким, неизбирательным и безответственным. Мы всячески осуждаем эти действия и выражаем наше соболезнование жертвам их семьям, а также нашу поддержку правительству Великобритании. Мы поддерживаем нашего ближайшего союзника и те особые отношения, которые существуют между нами. Вопрос, то есть вы не утверждаете, что за этим стоит Россия? Сара Сандерс. В данный момент мы поддерживаем нашего союзника, Великобританию. Я думаю, британские власти, все еще прорабатывают некоторые детали этого инцидента. И мы будем продолжать работать с Великобританией. И мы во всем этом процессе, безусловно, поддерживаем их. Вопрос, Тереза Мэй заявила, что либо Россия использовала свое химическое оружие сама, либо передала его третьей стороне для убийства британского гражданина, что маловероятно, учитывая характер этого оружия. Так. Вчера вечером Рекс Тилерсон заявил журналистам, что покушение явно было предпринято Россией. Сегодня утром Трамп уволил Тилерсона без предупреждения. После этого Трамп ненадолго появился на лужайке Белого дома, а когда его спросили об убийстве, заявил, «Мы осудим Россию». Или кого бы то ни было, кто бы это мог быть? Надо бы задержать всех парней весом в 400 фунтов. Намек на слова Трампа о том, что хакерские атаки на компьютерные сети американских демократов вполне мог совершать какой-нибудь парень весом в 400 фунтов, сидя у себя дома на диване, примечание Перев. То, что Тилерсона уволили почти сразу после того, как он высказался против официальной линии Белого дома в отношении убийства российского двойного агента, вполне возможно, является совпадением. А может, это и не совпадение. Но какое самое простое оправдание можно предложить, чем можно объяснить отказ администрации и признать причастность к преступлению России, когда нашему ближайшему союзнику, на территории которого произошло это убийство, абсолютно ясно, кто его совершил.